ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здоровей видал! Ладно, чучу. Всем привет, с вами Максон, и это у нас на очереди 24-й бой. Бой, в общем, как вы уже понимаете, за выход в третий круг. И у этого боя будут небольшие преимущества по отношению к остальным боям. Но, правда, два таких у нас будет боя, а об этом преимуществе я скажу в конце, когда буду говорить о том, кто там на кого выходит и прочее. Выход пока Артруфа, и это Ласт Мэн Стэндинг Мащиловцы. Вот. И давайте я пропущу, и будем зыркать, кто будет выходить у нас на ринг. Какие участники? Ну, вы-то уже знаете, но все равно. Первый уходит Брэд Де Хитман Харт. Тот самый, который победил у нас в первом круге Шона Майклса в таком себе бой, если честно. Ну, по моему дурацкому мнению. Так, вот такая отирка Белси Некраса. Патриотичная отирка. Правда, не для канадца Брэд Харта, да, но... По-моему, он канадец, да? А вот для такая, в общем, русский парень. Ладно, да, вот я вижу Брэд Харт, и, в общем, это был десятый у него бой, а сейчас двадцать четвертый. Брэдом играет Ярослав Байков. Вот такие вот делишки. Красные сапоги, синие штанцы, белые очечки и белые... Не знаю, что это. Куртка, белый куртка. Куртка Бэйн. Вот у него такая фирма, знаете, Бэйн такая. Вот существуют куртки Бэйн. Такая вот тупая шутка. Ладно, короче, Ярослав Байков, играющий Брэдом Хартом. Два четвертый бой. И сейчас мы с вами увидим его соперника. Его... Его ж нему... Куда он пошел? Все, что ли? А, я думал, он сдается. Или, типа, хочет мне руку пожать. Или на лапу кинуть чуть-чуть сверху. Он подарил зрителю очечки. Там такой... Ладно. Ну, в общем, Дину Эмброзу, который выйдет следующим. Да, я... Ну, как, насполерил? Да, не насполерил. Вы и так видели, кто будет. Короче, на выходит следующем Дин Эмброз, которым играет Дима Глтунов. Его путь к этому бою был несколько сложнее. Даже я... Это мягко, наверное, сказано. Несколько сложнее. Такая вот у него оттирка зеленая. Круто. Ботинки особенно мне нравятся. Черно-зеленые. Черно-зеленые тоже, кстати, круто. Только не делайте все черно-зеленые оттирки после этого. Ну, ладно. Кстати, у кого-то уже такая была. У Мистерио, по-моему. Ну, так вот. Короче, Дин Эмброз у нас проходил многие стадии. Я сейчас поищу, какие. В общем, он бился у нас в команднике. Джастин Габриэл и Батиста против Криса Джерико и Дин Эмброза. Потом, как победители, он проходил еще, так скажем, путь, грубо говоря, первого тура, да, заново. То есть, если бы он там выиграл, он выходил на этот бой. Опять-таки, против Криса Джерико. Где он, собственно, и победил у нас Ваню Валдина, играющим Крисом. Это был 20-й бой. И вышел на пару победителей. Шон Майклс и Брэд Харт. Где, собственно, и победил, в которой Брэд Дейхитман Харт. Ну, и вот так у нас образовался этот бой. Ну, естественно, еще, если кто забыл, то самый первый бой, который был у Дин Эмброза, это был бой против Кофи Кинсона. Аж в восьмым он был у нас. А вот такие дела. Позабрасывали у нас рестлеры на ринг предмечосины, хотел сказать, но такие какие-то тупые у меня слова. Ой, смотри, я тут мешаю. Я просто немножечко более-менее отошел как раз от предыдущего боя, который был там 23-й с Биг Джонсом, да? Так, стоп, я сейчас подраскину. Это вы увидите 21-22-й, да, вы увидите этот бой, ну, видимо, сегодня, или уже, да, сегодня уже видели, по сути, да? Я продолжу, надеюсь, выкладывать по два видео в день. Начиная с 12-го опять-таки, и все, и все будет ништяк. Ну, в общем, вы видели, какой был предыдущий офигенный. Я отошел немножечко эмоциями от него, и, в общем, приключаемся уже полностью на новый. Перекращаю базарить по левым темам. Как бы хоть и связанными с турниром. Ну, ладно, в общем, у нас будет сейчас суплекс и разбит стол. Хорошо. Разбит стол, это круто. Мне же нужно было здесь считать постоянно до 10. Главное, следить за счетом, а то я постоянно слоупочу, отвлекаюсь на зрителей, там. Красивые чики. Красивые чики. Вот, и, в общем, поэтому иногда не слежу за счетом. Просто мне привычнее пины считать, чем счет. Что-то мутузит. Что, их колбасит, что ли? А, нет, все нормально. Брэд Харт вспомнил, что он участвует в бои и проводит суплекс. Ой, сори, 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 сори. Динем, Розу на стилстепс. Мне же попрёкнулся. Так. Что-то долго он так мучает его перед этими суплексами. Еще один. Дин. Не знаю, поможет ли Брэду Харту эта патриотичная оттирка. Но, в общем, ладно. Ответные пошли бросочки суплексы один и образом. Но пока равненький бой. И рано, в принципе, так судить, наверное, нельзя. Хотя обычно можно. Но здесь рано. Тут явно понятно. Еще ничего рестера такого особого не делали крутого. Правда, вот пока единственное, что могло, наверное, прям жуть как запомниться, это парочку бросков на стилстепс и, конечно же, суплекс на тейбл. Так. Завладел железными ступеньками Дин Эмброс. Пожалуй, я пойду вниз. Ой, кендоу стик тут улетели. Ребята, у вас палка улетела. А где она? Так. Я заброшу обратно. Так. Мне же нужно вести отчеты. Все, все, все. Несло почву. Ну, по сути, рано, наверное, их не надо вести. Но с точки зрения правильности ведения судейства, это было бы правильнее. Но просто я начну считать. Ну, там сразу понятно, что не будет ждать у нас Брэд Харт. Проводит он клоузлайн, кстати. Будет он добивать Дин Эмброса. Вот видите, за гонку принялся. Ну, тут я могу начать раз. Ну, поднимает сразу же Эмброса. Брэд Харт. Ой-ой-ой. Пайлдрайвер проводит Брэд. Хипнор что-то у нас в ударе, видимо. Сегодня. Ну, вот тот бой, который был у него Шона Майклсом, это трудно назвать. Я не знаю. Я начало, вот начальник, конец, я вообще, бум. Все, у меня нет в голове его. Так, сейчас будет ДДТ-шечка, это он момент, по сути говоря. Бац, ДДТ, хорошо. Страдает у нас пока Эмброс. Что-то не может как-то прийти в себя, так скажем, да? Не знаю, с чем это связано. Может, лаги какие-то. Но у меня, видите, нормально. Ну, пару раз. Вначале лаганул, но я постараюсь это вырезать. Я обычно замолкаю, ну, как я уже говорил. Так, будет разбит кем-то стол комментарий. И это как раз-таки Брэд Харт, который затащил туда Дина Эмброса. Ну, как обычно. Как у меня, точнее, обычно. Для меня это обычная ситуация. Я хочу кем-нибудь что-то сломать и ломаю это сам с собой. Видимо, скучно мне играть, да, и сам с собой ломаю. Так вот. Запомнил я только в ихнем бое, в бое Брэда Харта и Шона Майклса, только концовку. Два суперкика, потом сабмикшен от Брэда Харта, все. Единственное, что я там помню, прыгает Харт, но не успел к этому времени поставить стол у нас Дина Эмброс, поэтому просто стол упал. Так, а вот если вот так я считаю, кого я первым отчитаю? Мы уже знаем, что если кто-то падает позже, то я ему заново не считаю. Ну, видимо, по первому упавшему. Ну, может быть, это и правильно, но мне казалось, что рефери в настоящем, вот когда так считают, да, подобные матчи Лас Минстенник, они вроде заново начинают считать. Допустим, чувак упал и все. То есть двойной отчет, по идее. Если они примерно одновременно упали. А если чуть-чуть позже, я даже не знаю. Ну, ладно, надо будет пересмотреть почаще Лас Минстенник. Вообще, я бы за старые видосы принялся какие-то. Раньше, помню, комментировал, но не особо с этим делом хотел связываться, потому что у меня микрофон был не очень, и мне не нравились свои комментарии, но народу нравились. Ну, не знаю, стоит ли приниматься. Вообще, это трудоемкая такая фиговина. Иногда нужно, там, приемы какие-то поизучать. Это, конечно, для себя хорошо. Так скажем, для саморазвития по биографии пробежаться в начале видоса. Ну, конечно, до каких-то там Николая Фоменко мне далековато будет, да и стремиться туда я тоже не особо желаю. Свой стиль комментирования и прочее. Ну, ладно. Ну, тоже такой упортый чуть-чуть. Ну, у него не упор. Ну, ладно, смешной у него. Окей, ладно, что-то я опять уехал от темы. У нас тут идет борьба возле стола. Как знаете, вокруг костра танцуют, а вот тут вокруг стола какие-то пытаются приемы поделать. Вот, вот так вот круг сделал почетный Динам Эмврозом Брэдхарт. И все, и забрасывает на ринг. И забил. Подвинул чуть-чуть стол. И что он хочет? О-о-о-о! Если бы было у Дины три финишера, он бы сейчас получил неплохой суплекс на стол. А так получает просто обычный. Ну, там, типа, за спину держится Брэдхарт. Наверное, просто от падения на ринг. Ни на какой из предметов он не попал с собой вроде. Так, удар локтем по Динамброзу. И опять ведет его Брэдхарт. По-моему, стол... Да, просто сложился. Ну, слишком близко почему-то ставят. И мне кажется, они знают. Все участники о том, что такие близкие столы просто складываются будут, когда вы будете пытаться перекинуть через канат соперника. Но все равно пытаются перекинуть, стол складывается и все. На этом идея заканчивается. Так, бедный Динамброз задувшим стулом. Видите, как его контузит. Рингом получает по поясничке. Еще разок. Еще разок. Как стеркой стоит такой Брэдхарт. А вот сверху накинуть не получилось немножечко. Мне интересно, а будет ли здесь... Ой, это что такое? Брэд, ты что мутишь? Ой, Брэд. Ой, Харт. Это... Это будет больно, походу, Динамброзу сейчас. Это... Это сабмишин или... Не, это... О, жесть. Это, конечно, круто. Ну да, я помню. Такой приемчик. Лоу. Я уже могу вести отчет. Нафига себе. Раз. Сполз у нас Динамброз. Ну все. Сразу поднимает его Брэдхарт. И реверсирует. От попытки сделать что-то Динамброзом. Рашлэксвип. Он был только что у нас. Судя по всему, у Брэда есть финишер. Потому что он, видимо, хочет на security wall. Ну, на уголок прям закинуть Динамброза. Так пока нокаут... Ну, короче, панчами просто его мочит. Мочит тихо. Тихо. Ты куда-то поплыл Дин. Немножечко не в ту степь. Сейчас странное движение сделал Артруф, если вы видели. Ладно. Я просто почему-то на него посмотрел, а он это сделал. Не перематывайте. Там ничего интересного. Ха, перемотаем. Ладно. Поставил стол у нас Динамброз. Тут, мне кажется, далековато. Для суплекса теперь... Ну, не знаю. Для чего он его ставит тут. Не мне решать. Я просто хожу, вот тут сужу. Так. Отжимает лестницы Брэд Харт у Дина Амброза. И получает стил степс Дина Амброз по щам. Раз. Я говорю, у меня нет смысла пока начинать считать. Я вижу, что у рестлера еще участники хотят подраться. Брэд Харт выбрасывает Дину Амброзу. Что-то хочет... Что-то он хочет замутить. Просто скидывает его вниз, так за ноги цепляя. Нормально все. Что-то про рэфы говорят. Комбитаторы... А, ну правильно, я как идиот по кругам я хожу. Я, кстати, если честно, даже не обращал на это внимания. Просто что-то нажимаю. И смотрю за боем. Проводит еще один пайл-драйвер у нас Брэд Харт. Я начинаю вести отчет. Правда, Дина Амброз уже на ногах. Поэтому немножечко смысла нет. Не может прийти в себя Дина Амброз. Ну где же твои те показушные классные бои? Дин, ты же так красиво проходил до этого тура. Раз. Двое у нас валяются. Не знаю, кого я считаю. Два. Три. О, зрители тоже кричат. Мне, значит, не глючило. Четыре. Может, и глючило. Не знаю. Ну, было бы круто, если бы они чуть-чуть погромче орали. Кстати, а мне кто-то говорил, что включи, чтобы были отчеты. Типа пины, ну там можно, знаете. Ну, кто не знает, объясню. Когда считают РФ 1, 2, 3, там циферки появляются. Но я не знаю, считается ли на Лесменсценник. Появляются ли там цифры. Если да, то, может быть, мне нужно делать эту фигню. А у нас тем временем ломается стилл степс. Тьфу, блин, стилл степс. Стилл. Ой, секрети вол. Сори, сори, я заслу почву. Раз. Два. Биум. Стрельник в Брэда Харта. Динамбрус, три. Или четыре. Ладно. Четыре. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Пять. Я даже не вижу, где тут Брэд Харт валяется. Даже не видно его. Реально. Шесть. Но все-таки подошел к нему Динамбрус. Поэтому я, наверное, заново считаю. Раз. Стул нагребает. Нет, не нагребает. Среверсировал вроде как Брэд Харт и проводит клоузлайн. Ранинг клоузлайн на Динамбрусе. И чего теперь? Мне интересно. Так. Астилл степс. И это будет ОМГ-момент. Зазвенят колокола. Бум. Прилетает Динамбрус с сапогом. Патриотичным. В ухо. Два. От Брэда Харта. Несет Брэд к кувалду. Жесткий. Три. Да, зрители орут. По крайней мере, три точно. Четыре. Ну, что-то там, что-то кролесит. Пять. Шесть. Не может попасть в полосу. Ну, почему? Если достал Брэд Харт кувалду, так бей. Семь. Зачем вот так вот стоять над соперником и ждать, пока он встанет, чтобы потом его ударить. Восемь. Это немножечко не круто. Если уж взял, то бей. Вон стол стоит, например. Что, неужели хочет так победить? Девять. Ну, не знаю, насколько это хорошо, насколько это плохо. Мне кажется, можно было бы еще что-то показать в этом бою. Например, не знаю. Ладно. Десять. Короче, это победа Брэда Харта. Ну, такая. Фифти-фифти. Опять. Не знаю. Не умнее оценивать, короче, но... Скажу честно. Мне не очень понравился. Концовка. Можно... Вот, вот, видели? Дин Эмбрус подошел к Брэду Харту, когда он валялся. Начал бить его лестницами. Начал бить его стулом. Помог встать, потому что Брэд сриверсировал эти удары. Так проще встать. Если кто не знает, допустим. Когда же появилась обратная ситуация, то Брэд Харт просто стоял и, в общем, с предметом поджидал, когда Дин Эмбрус встанет, чтобы потом его ударить. Вот такие вот моменты мне не нравятся. Я уже об этом говорил. Я как бы... В грязной игре я именно это имел ввиду. То есть, ждать, стоять над соперником, когда он встанет. С предметом еще, от которого он не сможет наверняка сриверсировать. Ну ладно, мне не судить, конечно. Кто-то даже не понимает фразы моей. Типа, не мне судить. Судить-то как рефери мне, но судить о качестве боя, это я уже зрителям. Ну, не знаю. Честно, я не очень как-то... Да. Я соглашусь, пожалуй, с Дмитрием. И, короче, ладно. Не мне судить. В общем, Брэд Харт проходит дальше и выходит на победителя пара Дин Эмброуз. Ой, тут, блин. На победителя пара Шеймус и Дизель. Очень печально, что больше не будет никаких реваншей. Но так проделал... Обидно, наверное, Дину Эмброузу проделав такой путь реваншей и переигровок. Вот так вот глупо проиграть. Если бы я был на месте Дины Эмброуза, я бы просто уже провел к соседям стену кулаком. Не знаю. Я не очень доволен. Ладно, не мне судить, я обычный реферик. Короче. Отбросить надо эмоции. И, в общем, типа поздравить Ярослава Байкова и его брата Харта с выходом в следующий круг. Кстати, там, когда некоторых рестлеров в группе у нас поливали грязью зрители, кто-то один раз видел, что тот, кого поливали грязью, написал типа «Сори, ребят, я исправлюсь, покажу в следующий раз хороший бой». И вот за это таким участникам респект. А те, кто... Не знаю. Ладно. Короче, фиг с ними, с этими эмоциями. Говорим большое спасибо Дмитрию Колтунову за участие в турнире. Очень жалко, что проиграл, если честно, в таком бое. Ладно, просто проиграл там какой-то крутой бой. Например, как Макс Юсев, да? Я с ним поговорил, он написал, что ему даже не обидно. В таком бое проигрывать точно не обидно. А вот в таком... Ну, не знаю. Короче, ладно. Всем спасибо за просмотр. Еще раз говорим спасибо за участие в турнире Дмитрию Колтунову, играющим Дин Эмброзом. И поздравляем Ярослава Байкова, который будет ждать своего следующего соперника. Кстати, я вначале сказал, что скажу о некоторых правилах, но я сейчас не настроен об этом говорить. Я скажу в матче Шеймуса и Дизеля, потому что вот эти два боя у нас связаны неким магическим правилом. Ладно, об этом потом расскажу. Всем спасибо за просмотр 24 части. С вами был Максон, увидимся, услышимся.